Привет, дорогие друзья! Сегодня мы обсудим с вами такую тему, которая очень актуальна. Что делать, если вам, скажем так, нахамили, некорректно ответили, и вы не знаете, что сказать? То ли нахамить в ответ такому человеку, ответить достойно, но я вам рекомендую настоятельно желать таким людям здоровья. Все знающие люди это делают. Здоровья у нас желают не просто так, это традиция, но смотря с каким посылом пожелать здоровья. И когда вам при том, когда вы чихнули, пожелали быть здоровы, это не значит, что все абсолютно вам так говорят. Вернее, вам так желают в мыслях. Может, это банально, что-то такое, скорее всего, у всех банально, но есть люди, которые вовсе вам не желают здоровья, а при этом что-то подумали такое, например, опять он чихнул, что было, или она, да, что было очень актуально у нас в последние годы. Люди очень негативно на это реагировали, и когда вам желали, будьте здоровы, это вовсе не значило именно это. Дальше. Что еще происходит, когда вам желают здоровья? Например, когда заключают договора, это я вам пример такой привожу, да, и что-то пошло не так, и женщина, мужчина, кто остался ни с чем, при уходе, ну, или страховой агент, или кто-то, неважно, которому нужно заключить сделку или набрать определенное количество людей для своей зарплаты, выгоды, процентов, у них там по процентам платится. И вам при уходе желают, будьте здоровы, вернее, они не так говорят, а здоровья вам. И человек замечает за собой, что после этого он заболевает. Вам сделан такой посыл, будьте здоровья вам. И поэтому я вам рекомендую, когда вам нахамили, некорректно сказали, желать людям здоровья. И дальше будет зависеть, наверное, от ваших посылов, экстрасенсорных способностей. Если точнее, то высшие силы рассудят, быть человеку здоровым или не быть человеку здоровым. Все это хамство, я понимаю, очень сложно удержаться от хамства и не сказать человеку достойно, не слить свой негатив. Ну, разругайтесь вы с близким человеком, разругайтесь, помиритесь. А вот в таких вот ситуациях, когда люди вам не знакомы, ну, что-то такое, говорят, что им не нужно вовсе говорить, желайте им всегда здоровья. Здоровья вам. Ну, так вот, я не договорила, и когда пожелали вам здоровья, наверное, замечали вы, и после этого вы заболеваете. Вот такие вот происходят изменения в человеческом энергетическом поле при пожелании здоровья. Ну, что я вам могу сказать на это? Будьте осознанны, не ругайтесь, не злитесь. Всегда приятно общаться с доброжелательными людьми. Даже если у вас не заладилась какая-то сделка, что-то пошло не так, это не значит, что нужно злиться на человека, да. Люди, кстати, мало кто связывает, только кто знает об этом, когда желают здоровья, и что-то происходит. Только знающие люди могут связать вот это пожелание и то, что произошло. Теперь вы тоже это знаете. Вовсе не означает, что кому вы пожелали здоровья, человек заболеет. Может быть, высшие силы рассудят, что правильно вам сказали для урока жизни, что-то некорректное. А может быть, и что-то произойдет не очень хорошее. Но это уже не вашим языком будет сказано. А другие силы за вас все сделают. Как хотите их назовите. Бог, Вселенная. Это уже всем известно. Или кто-то еще. Пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.